О, как прекрасно грезить, что я частица мира, что я владелец жизни, которую люблю. О, как прекрасно думать, что мне работа мила, что все, как я с улыбкой, бегут в свою нору. Но многие беснуют, что власть им всем достала. О, как они все правы, сдержаться не могу. Но почему ж вся сила, что в кухне бесновала, вдруг исчезает, сбежавшая на луну. Как будто все мы с Марса, как будто мы не знаем, что власть и есть мы сами, она у всех в руках. Она повсюду с нами, под нашими ногами, на непротоптанной дороге и в наших головах. Вы разуверились друг в друге, лишь та нора вам по душе, в которой есть все то, что греет, все то, что нравится тебе. В ней можно скрыться от соседа, от улиц, магазинов, суеты. А вот создать частицу света с прекрасным именем, тем мы нельзя никак без воли, действий, ну и, конечно же, борьбы. Пока вы там сидите по норам своим жалким и в ложных убеждениях идите колбасу, в красивых бюллетенях за вас всех ставят галки, у вас всех отнимают священную судьбу. Вы смотрите и ждете, вы любите ссылаться на устоявший метод власти и решать все без людей. А сами так хотите друг друга не касаться, зарыться, закопаться, исчезнуть поскорей. Зачем тебе политика? Зачем ты туда влез? Вот модная та критика, что движет наш прогресс. Копаем, убираем и пашем мы весь день, колхозы поднимаем, а думать всем нам лень. Зачем тебе политика? Повсюду раздалось. О, как достали нытики, утрите все вынос. Политика не лошадь, чтоб на нее влезать. Политика есть мысль твоя, что общей должна стать. Мы все так любим видимость, иллюзию добра, принятие пассивности, отсутствие в нас зла. Серьезного и важного, что стоит замечать, давно никто не хочет отныне признавать. Продолжение следует...